Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса проповеди. То есть не просто исцеляешь, а проповедуешь о Христу. То, что некоторые молятся святым, исцели, помоги. Но это святые угодники Божьи, исцеляет Бог по их молитвам. Им даны были такие дары, изгонять бесов, но кто дал этот дар, о нем не нужно забывать. И о нем нужно проповедовать в Благое Вести, что Христос умер, но Он и воскрес, и мы все воскреснем. Все воскреснем. От болезни ли мы умрем, или от старости, разницы нет никакой. Мы воскреснем, мы встанем на суд Божий, будем отвечать. А болезнь, болезнь, Господь посылает по милости своей, чтобы мы задумывались о том, как мы живем. Если бы я не заболел, я бы совершенно ни в чем в жизни не был. И вот страх смерти через болезнь, подвигаясь к человеку задумываться, а что дальше? Неужели лопух на могиле и все? Нет. Дальше другая жизнь начинается. Смерти нет, есть переход от временной жизни, которую мы видим, в вечную, которую мы видим. И вот Господь такие дары дает своим ученикам попозже. И говорит, что нужно не только исцелять, но и проповедовать. Господь, посылая учеников, заповедует им такую умеренность, что не повелевает им брать ни хлеба, ничего-нибудь другого такого, чего многие из нас набирают себе. Заповедует им и то, чтобы они не перебегали от одного к другому. По домам, когда ходят в один дом, в другой. Но в какой дом войдут, в том и оставались бы, чтобы не показаться какими-то непостоянными и очень переменчивыми. Отрисайте, говорит, пыль на тех, которые не примут вас, во свидетельство на них, то есть на обличение и осуждение их, показывая им, что хотя ради их и много пути совершили, не получили, однако ж, от них никакой прибыли. Были люди, которые, видя чудеса, видя исцеления, не принимали, не верили, насколько люди были злые, одескоченные. Некоторые заповеди апостолам, не носить ни сумы, ни посоха, не иметь по две одежды, понимают так. Не собирайте сокровищ, ибо сума, вмещая многое, означает собирание. Не носите посоха, то есть не будьте гневливы и дрочливы. С посохом обычно дерутся, поэтому сума, это сравнивается с сокровищем, много можно драгоценностей напихать. Посох, не будьте гневливы и дрочливы, Христос говорит, и далее он говорит, что не имейте две одежды. У каждого, у меня не две одежды, у меня там четыре футболки, то она дыряла, другая потом. Почему не имейте две одежды? А тут такое толкование дает. То есть не будьте переменчивы в нравах и двоедушных мыслях. В интернете я видел фотографию женщины, видно, что одно лицо. Вот она в храме, платочек такой у нее, все такое, видит благочестивый, там молится. И в одноклассниках, там в соцсетях, одна эта женщина расфуфырена, накрашена на глаза. То есть вот что имеется, то есть двуличный. То есть она в храм заходит, юбку надевает, храм выходит, все расфуфырилось, расчесалось, накрасилось. Два человека, шизофрения, понимаете, двуличие. Вопрос какой-то хотел задать? Нет. Все уже подъяснилось. И вот, эфилак нам говорит, что Евангелие проповедовать, и вот кому вручено учительство, то есть проповедец должен еще и проповедовать. Не только учить исцелять, но и проповедить. И Игнатья Тихонич дает на эти слова комментарии. Девятнадцатого правила шестого Вселенского собора. Были такие Вселенские соборы, знаете, что это соборы? Кто собирался на них? Кто знает? Ну, все служители церкви, все священники собирались, открылись. Какие священные? Ну, не прям все-все-все-все. Но очень епископы. Многие. И решали. Епископы, святители. И решали какие-то наболевшие вопросы. Очень много вопросов. Есть книга правил, где все-все-все правила мы уже на этих соборах разобрали. И они только должны по этим правилам поступать. Кануны есть церковные правила. Нам ничего принудить не надо. Уже за нас, учителя церкви, святители, епископы, все это решили. Вот что же они решили. Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же, во дни воскресные, получать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины. Вот то, чем мы с вами сегодня занимаемся. Этим должны заниматься предстоятели церквей, священники. Они должны народ собирать и учить их словесам благочестия. Мы в воскресенье собираемся на занятия, еще и на неделе по несколько раз. И читаем священное писание, рассуждаем, назидаемся. И вот было такое еще 58 апостольское правило. Епископ и пресвитер не родящий, то есть не заботящийся о притче и о людях притче. И не учащий их благочестию, да будет отлучен. Было такое правило апостольское, давным-давно это правило созданное. То есть, если священник пришел, службу отпарабанил, кодилом отмахал и домой быстрее. Все. Такое правило было, что его отлучали от церкви. То есть, все, он не имел права больше быть служителем священника. Почему? Потому что не учил народ, не заботился о своей паспорте. Если же останется в таком нерадении и ленности, да будет извержен. Чем отлучен от извержен отличается? Сначала, если фон не учит, будь отлучен, а если дальше будет продолжать лениться, будь извержен, Егор. Ну, отлучен значит не может служить в церкви, а извержен значит не может вообще сходить в церковь. Ну-ка, Фрося, ты. Я думаю, что отлучен, это отлучен на какое-то время. Вот его отлучили до времени покаяния. То есть, отлучают от причастия тоже на какое-то время. А извержен, это вообще извергают из сана, то есть, лишают его сана, то есть, извержен, это он не имеет права больше вообще никогда служить. То есть, ему сделали замечание, либо ты с народом занимаешься, вот, и продолжаешь священно действовать. Либо, если ты не хочешь заниматься, то тогда снимай рясы, крест и все, иди на стройки народного хозяйства. Строй там сарай, коровники и прочее. Епископ Никодим Милош толкует, поучать вверенный им народ есть первая и наиглавнейшая обязанность как епископа, так и пресвитера. Обязанность, которая должна предшествовать всем остальным и священнодействию, и управлению церковью. Спаситель заповедовал апостолам не только крестить, но и учить. И прежде учить народ, а затем крестить. Каждому священнодействию должно по необходимости предшествовать учение, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры, а веры не может быть без проповеди. 1 Коринфянам 9.16 Горе мне, если не благовествую. Апостол Павел так говорил, писал Коринфянам. А Тимофея, епископа Ефесского, заклинает Богом и страшным судом Христовым. 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, вещавай со всяким долготерпением и назиданием. От каждого пресвитера без различия апостол Павел требует, чтобы он из числа всех прочих добродетелей более всего отличался умением наставлять. 2 Тимофею 2.24-25 стихи «Рагу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлодимым, скротостью наставлять противников не даст ли и им Бог покаяния к познанию истины». И епископу и пресвитеру, пренебрегающему проповедованием Слова Божия, Священное Писание угрожает страшным наказанием. Таким образом, это апостольское правило есть ничто иное, как краткое выражение в форме закона предписания Священного Писания, обязывающее епископа и пресвитера непрестанно проповедовать и наставлять народ в вере и добродетельной христианской жизни. Зонара объясняет это правило следующим образом. На каждом епископе лежит непременная обязанность получать веренный ему народ догмом благочестия, приводить его к истинной вере и честной жизни, потому что Бог говорит через пророка предстоятелям народа, «Что если, Иезекииле 3.18, не будешь вразумлять его и говорить, чтобы отстеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взвещу кровь его от рук твоих». Сегодня Игнать Тихонич как раз и говорил. Ты видел, что неправильно делать? Почему промолчал? Надо было сказать, вот сегодня это вот теория, а перед этим вот практика была. Как на практике? Хорошеньким хотел выглядеть? Нет, надо было сказать, что чужие вещи брать не нужно, и тем более девочке к молотком колотить гвозди. Нужно было остановить ее. Поэтому епископ, пренебрегший проповедью, отлучается, то есть лишается своего места служения с запрещением священно-действия в течение определенного времени. Если же будет пренебрегать проповедью и после этого, то должен быть извержен, то есть лишен священного сана, то есть лишен сана, то есть он, что такое сан, священник, это его сан, то есть он его лишается, то есть он никогда больше уже не может, нельзя его лишить, а потом опять происходит, лишен, значит, навсегда извергается сану. А отлучен, это значит, ну, то есть он может продолжать служить, понимаете? Точно так же должно быть поступлено и с пресвитерами, ибо правило предписывает, чтобы они были учительны. Пресвитер и священник это одно и то же. Есть еще епископы, которые надзирают за священниками. Епископы выше, дальше там Махи, Епископы, Архиверей, такая иерархия. Так, у кого вопросы по пройденному материалу есть? Ну, вот Христос говорит, не берите ни сумы, ни посоха. Что такое сума, с чем ассоциируется место? Вспоминай. Ассоциируется с богатствами. Правильно, а посох? А, посох, с палкой, да, с палкой, что делают у нас? Дерутся. Дерутся, значит, гневливают. Бьют глупых. Бьют глупых. Бьют глупых палкой, это хорошее дело. Тут имеется ввиду, не будь дочливым, гневливым. Так, не бери ни сумы, ни посоха, и что еще третья, кто может вспомнить? Двух одежды. Двух одежды, да. А две одежды, Коля, с чем ассоциируется? Не помню. Не помню, плохо, когда не знал, да еще и забыл. Ну, кто знает. Ну, кто же знает. Лидер, помнишь? Две одежды, с чем ассоциируется? А, две одежды, это все. Да, ну не помню. А ты, Егор, тоже забыли уже? В одном повлетает, в другое вылетает. Две одежды, двуличный человек, два личности. Что такое двуличный человек? Что такое двуличный человек? Добрый. В одном человеке, что, Коля? Есть такое еще понятие, знаете, лицемерие. Кто может объяснить, что такое, кто такой лицемер? Лицемер, это то, что на людях ведет себя так свиньми, хорошо, а на самом деле... Да, хочет казаться хорошеньким, беленьким и пучистеньким, да. А на самом деле он грядненький и колюченький. Вот, вот это вот, вот это вот и крестонок, не берите двух одежды. А, толкователь нам, кофелактор, толковал, что это значит. Не будьте вот такими, чтобы все обо мне думали, что я хороший. Что я пригожий, пощусь два раза в неделю, как молятся фарисеи, даю десятину, то, что это смыто, ай. Вот это вот, как раз и есть признаки вот этого лицемерия. Вот они перед храмом стоят и лицемерно долго молятся. Для чего они? Потому что им надо, чтобы народ сказал, о, какой молитвенник, он там, поклонный. А ему это надо, а не надо, он внутри, он просто хочет. Комментарий возьмешь? Да, чтобы ему в комментариях написали. Поставили лайки. Поставили лайки, да, да. Люди с ума сходят, он мне лайк не поставил, она в петлю готова залезть уже. Понимаешь, что вот это вот, настолько вот это лицемерие задушило, что вот он без чужого мнения, он и жить не может. Далее, счет славя, что такое счет славя? Тщетная слава, напрасная. Тщетная, напрасная слава, никому не нужна. Господь говорит, идти надо, ступай. Все? Слава от меня ищите, ой, от людей ищите, а от меня, от единого Бога не ищите. Не важно, что будут говорить о нас люди. А если мы благочестиво живем? Конечно, если будут. И в коем случае не нужно допускать, чтобы о христианине говорили про Бога. Дабы кто не пострадал как разбойник или злодей. А если за Слово Божие это как раз за Христа пострадать, это великая честь и наградность. А как за Христа пострадать? Умирить. Умирить. А кто сегодня? Как умирить? А вот это умерить. Хорошо бы, если умерить. Были времена, когда за Слово Божие преследовали, убивали. Вот Игнатия Тихоновича в первом употреблении на проповедь Слово Божие. Сейчас, Слово Божие, нет таких гонений. Но потихонечку уже и Библии стали изымать, преследоваться. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Повтори, Нестер, что я сказала? Всякие, кто хочет жить благочестиво, будут гонимы. Ну, кто хочет, а живущие благочестиво будут гонимы. Кто тебя гнал в последний раз тогда? Значит, ты не благочестиво живешь? Может быть. А может быть, просто ты подзабыл. То есть, если все кругом ведут себя плохо, грешники, а ты ведешь себя хорошо, они будут тебя гнать, ты не из нашей стаи. Такого еще не было. Такого еще не было. Вот, молись, чтобы было. Дружба с миром есть вражда против Бога. В школе вот кто у тебя, друзья-то? Много. Много друзей. Пьют, курят, матерятся, да, все твои друзья? Не один. У нас вот в школе есть один мальчик. А матерятся? Иногда. Они, иногда. У нас в школе вот есть один мальчик, они похожи с чем-то. А ты вот тоже поматериваешь, что-то с ними бывает? Нет, не похож. Подожди, тихо. Что за балаган-то все? Руку надо поднимать. А ты вот, когда вот они матерятся, ты тоже с ними материваешься? Ты замечаем, деда? Говоришь, что нельзя материться, это плохо. Не говоришь. А если бы ты им говорил, они бы тебя давно, мы уже пинька бы дали, то улыбишь нас. Вот был бы ты им как раз гонимый, желающий жить благочестиво. Ни стернословик. Никакое огнилое слово не сходит из ваших. Вот только доброе. Это не всегда не верит. И дабы оно доставляло пригодать слушающих. Евангелие от Луки, 9 глава, 7 по 9 стих. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн, восстал из мертвых. О ком говорили? О Христе. Другие, что Илья явился, был такой пророк. А иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна, я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И скат увидит его. Толкование. Ирод сей был малый сын великого Ирода, избившего младенцев. Тот был царь, а этот четвертовластник. Кто может вспомнить, когда было такое, что Ирод младенцев избивал. Когда родился младенец Иисус? Да. А почему он такой приказ издал? Спросим. Потому что пришли волхвы, они сначала пришли в Иерусалим, и спросили, где царь Иисус. Да. Ну и Ирод теперь пугался, что его свергнут. Вот. Вот это так, что-то так вокруг Долху. Сразу говорили. Пугался, что его свергнут. Все. Заткрызло свое. Я решил всех младенцев убрать. А зачем? Не зашила. Опять ли у меня, Ефросинь. Эй-эй-эй. Ну, что тебе, встань. Все хорошо. Как хочешь? Надо рубашку постирать. Как же не надо? После занятий займитесь. Он не удумевал, кто бы такой был Иисус. То есть Ирод. Впрочем, Иоанна говорит, я обезглавил. И потому, если Он воскрес из мертвых, то я, увидев Его, узнаю. И искал случая увидеть Иисуса. За что? Обезглавил Иоанна, Ирод. За что? Ну, скажи. За что Ирод? Иоанна. Иоанна Крестителя обезглавил. За то, что Он пообещал. Когда Иродиада танцевала? Да. Когда Иродиада танцевала, она очень уважала Сириду. И Он про всех сказал. Проси. Что я сделаю все, что ты захочешь. И она спросила у своей мамы, что ее мама хочет. Я хочу голову Иоанна Крестителя на плюшечке. Хорошо. То есть Ирод-то, он не хотел его убивать. Он друг был. Иоанн Крестителя. Он прислушался к его советам. Еще раз. Иродиада зачем было его обезглавлено? Зачем она его долгу попросила? Потому что я маму попросила. Да нет. Ну я маму попросила. А маме-то это зачем нужно было? Я не знаю. Не знаешь. А подумай. До конца-то чуть-чуть. Ну, Гор, ты не знаешь? Ну, давай против. Потому что Иоанн обличал Ирода, что он взял жену брата своего на тебе в желание. А это вот он запрещал делать. Можно? Молодец. Еще почему он не хотел его казнить? Потому что он боялся народа, что когда он его казнит, то они сверкнут его. Но он обещал перед всеми людьми, что если бы он в любое желание, и поэтому он не смог отказаться. А где откуда ты взял, чтобы народа-то боялся? Там вонпись. Ну, где? Какая глава? Не помню. Только это. Народ его боялся, он бы не казнил бы его. Он царь, что ему бояться? Он трубил голову, и ничего ему не боялся. Он считал его за пророка и боялся. Ну? Да. Что его ждет? А народа боялись, когда Христа хотели. Те боялись народа. И они говорили, только там не суббор. Но праздники есть. Евреи полагают воскресение мертвых в жизни плотской, в яствах и питьях. Ошибочно они думают, что воскресение не в пище и питьи, или в жизни плотской. Но воскресшие живут так, как ангелы Божьи. совместные стороны не смогут. Иоанн хотел... Ой, простите, Иоанн хотел. Ирод, услышав об Иисусе, думал, кто же это такой? Всеволю молва шла, что он исцеляет, что ученики у него имеют власть, бесов изгоняя. Тоже он такой. И он думал, это, наверное, Иоанн Креститель воскрес. Потому что он Иоанна Крестителя считал за пророком. А Иисус такие же дела делал, как и пророк, но еще более. И он думает, он искал увидеть, если я увижу, я узнаю. То есть, он верил в воскресение мертвых, получается, Ирод даже. Он думал, что это, наверное, Иоанн воскрес. Вопросы? Нет вопросов? Так, во сколько мы начали? Сколько там натикало? 16. 16 минут всего? Всего? Нет, еще до этого у меня 10 занимается. Так. Евангелие от Луки, 9 глава, 10 по 17 стихи. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали Христу. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемое Вифсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, двенадцать говорили ему, Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь, в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти купить пищи для всех всех людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пятидесяти и сделали и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся в них кусков набрано двенадцать коробов. толкование. Иисус, имея намерение совершить чудо над хлебами, уходит в пустое место, чтобы кто-нибудь не вздумал сказать, что хлебы принесены были из города вблизи находящегося. Приняв народ, он учил и исцелял, чтобы ты познал, что целомудрие наше разделяется на слово и дело. и что так же должно говорить того, что неудобо исполнимо. Так не должно делать того, о чем нелепо говорить. Когда день склонялся к вечеру, ученики, начавшие уже отличаться человеколюбивыми и пастырскими расположениями, жалися народе и сказали отпусти их. То есть скорее врачу их болезни исполни их прошение. А Господь говорит ученикам вы дайте им есть. Говорит он так не потому, будто не знал оскудочи, но потому, что желал заставить учеников самих высказать сколько они имеют хлебов и таким образом через исповедание их, через объявление количества хлебов явить великие чудеса. Повелевая ученикам, рассадить народ рядами по пятидесяти, показывает, что и нам, когда принимаем кого-нибудь, какого-нибудь странника, нужно успокоить его и прилагать всякое попечение о нем. Воззирает на небо, чтобы показать, что и мы, намереваясь кушать пищу, должны воссылать благодарение Богу. Дает сам ученикам, а они потом уже и народу, это для того, чтобы не забывали о чуде, но вспоминали бы о нем при мысли, что они брали хлебы в свои руки. Остатков было двенадцать коробов, чтобы мы знали, какую силу имеет странное преимство и как умножается наше достояние, когда мы помогаем бедным. Вот такое чудо совершил Господь. Сколько было хлебов в начале Коля? Пять. А рыбы? Две. Две. Вот он помолился. А на рыбу сколько было? Вон и я. Двенадцать. Пять. Двенадцать. 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 Можно я? Пять тысяч человек было народу. Представляешь? Не считаю. И пять кусочков хлеба. И пять тысяч. Миша, та женщина и детей. Мог бы пяти кусочками накормить пять тысяч человек? Нет. А Господь смог, потому что он Бог. Накормил еще сколько осталось? Двенадцать коробов. Двенадцать коробов. кормил покормил. Как смешно получилось. А я смелась. Да, но я не смелась. Почему Господь сказал ученикам своим дать его и есть? Нет. Аня, почему он сам не накормил сначала ученикам предложил? Чтобы они сказали количество, чтобы было видно увеличение. Чудо, да. Вы дайте им есть. А он говорит, ну у нас всего пять, то есть они своими устами произнесли количество. Человек было пятьдесят тысяч, конечно. И ушел в пустынное место для чего? Чтобы никто не сказал, что они уже закупили. Это было истинное чудо. И когда они многие пошли за Христом то не как за Богом. А именно как за таким царем. Вот бы неплохо было царя можно лежать на печи как имели. И есть калачи. Только он помолится и хлеб. Можно не работать. Ничего не делать. Хорошо такого царя в посуду мыть не надо. Готовить не надо. Хлопали помолились все. Как сказка. Скатерть самобранкой. Скатерть самобранкой. Многие за Христом пошли вот именно из-за чрева, что он может накормить. И антихрист придет. Многие поклонятся ему только вот что этот накормит. из-за того все теряем его. Да. Смерть от голода очень блютая, страшная, мучительная смерть. Многие даже избранные могут поместиться примут печать антихриста, без которой его невозможно будет ни продать, ни купить. Людьми станет выбор либо умереть с голодом, хоть христианами, либо принять антихриста, печать его. Но Писание нам говорит, кто примет, уже печать на лоб уже не войдет в Царствие Божие. Поэтому нам сегодня при этой жизни нужно готовиться, обводиться долгое время без пищи. Для этого посты есть в Православном Церкви. Мы уже приготовляемся и так как антихрист с курочкой тебя поманят и подбежишь лоб ставят в суд. Молодец. Петр тоже говорил молись от Христа. Если кто-то там только не я, то думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Поэтому молитесь Господи. Мы будем во времена антихриста дарим стоять. Просим молитву святых, чтобы они могли за нас. Евангелие от Луки 9 глава 18 22 стих. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Идию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о всем, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами и первосвященниками и книжниками и быть убитым и в третий день воскресным. Толкование. Господь, упрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но он прежде спрашивает о мнении народным, а потом о мнении уже их самих. Так поступает он для того, чтобы показать несправедливость народной о нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. Тогда Петр предваряет прочих и, сделавшись устами всех, исповедует его тем Христом Божиим, о котором издавна проповедуется. Не просто Христом Божиим назвал его, но тем Христом Божьим, который есть собственно Христос Божий, ибо многие были помазаны, но тот Христос помазанный Божий есть единый и единственный. Что значит Христос? Знаешь, как переводится? Знаешь. Христос что значит? Среди Божьей. Христос как переводится? не русское слово. Помазанный. 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 Христос значит помазанный. Много было помазан много было Христов. Но тот о котором Писание говорил о Христе из вас восстанет муж Моисея как Моисей из Проков его слушать и исполнить это было Христе и вот и Христос спрашивает за кого почитает мне народ ну народ его почитал за Илью за Пророка только Фёдор уже устами учеников вот и тот Христос о котором говорил Писание за Христа Божия за помазанника Божия помазанный у нас помазанный Духом Святым помазанный то есть отмеченным то есть опечатленным Духом Святым Вопросы нет есть Паука 9 глава 23 27 ко всем же сказал если кто хочет идти за мною отвергни себя возьми крест свой и следуй за мною ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот сбережет ее ибо что пользу человеку приобрести весь мир а себя самого погубить или повредить себе ибо кто постыдится меня и моих слов того сын человеческий постыдится когда приидет во славе своей и отца и святых ангелов говорю же вам истина есть некоторые стоящие здесь которые не вкусят смерти как уже увидят царствие божие покование крестом называют здесь смерть самую поносную ибо не было иной так бесславной смерти как смерть на кресте итак он объявляет что тот кто желает быть учеником его должен умереть смертью неславной но поносной будет убить как осужденный если кто захочет жить по мирскому тот умрет душой Христа стыдится тот кто говорит как я буду веровать в распятого и поруганного бога а тот стыдится из слов его кто глумится над простотой евангелия господь постыдится такового во славе своей то есть во второе пришествие он говорит как бы так как домовладыка имеет лукавого раба стыдится звать его своим рабом так я постыжусь наименовать своим рабом того кто отрекся от меня есть говорит несколько таких Иоанн Петр Иаков которые не умрут прежде чем увидят в какой славе будут мои исповедники а увидят они это во время преображения на горе преображения когда Христос преобразился и они увидели во всей его великолепной славе вот о чем Христос говорил что значит возьми крест свой на кресте кого распинали еще двух разбойников то есть это считалось смерть позорная поносная то есть самых никчемных людей распинали на кресте и вот когда Христос говорит возьми крест свой то есть ты приготовься к такой смерти что будут у тебя люди говорить плохо поносить тебя злословить готов ты к этому метр пожимаешь крещение не знаю всякими плохими словами я буду думать а мы христиане мы должны быть готовыми Христос говорит гнали меня будут гнать и вас я испытал это мы когда ходили по деревням раздавали евангелие столько матерков слышал и палкой гнали но единственное что только еще не били камеру сломали за то что раздавали евангелие кто спотел чуть было не оторвал все и сразу позвали книжников фарисея священники вызвали и меня прям выколкали блаженны вы когда гонят вас за имя мое мы как раз слово божие бесплатно раздавали а они там торговали иконами в воскресном день ну не только иконами там что только они торговали да православная явно кто бы мог подумать что нас там с Ивангелем не ждут но удивительно сказать пришел архиерей сергий сергий ладыка этих людей не трогайте взял пачку евангелия которую мы раздавали в коронавле все выступило создано спасибо господи вопросы трава чубокая трава да пописали что тебе трава да мы хотим просто егоди пособирать да вы должны на занятиях думать что значит кто постыдится меня и моих слов как можно постыдиться постесняется да струсит простое дело в общественный транспорт зайти и перекреститься рука за ним стеснение ложное нападает или безобразие какое-то увидишь промолчишь не кричишь тоже в классе что ты верующий все говорят об этом не помню как они узнают креста вот так нахрочит они видать на дыме не помню сразу видеть да не знаю я шучу все говорят что ты верующий как они узнают не помню не помню что они говорят что они обзывают нет не обзывают не а подшучивают подтрунивают нет они же не верующие а ты верующий не помню ничего они не со мной не делают с тобой ничего не делают а как они не знают что ты веришь не знаю не помню ну ты им рассказывал что-нибудь ты им говорил что ты веришь и никто что они не знают что я верующий ну понятно ну уж понятно понятно по тебе это точно не узнать 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 ну хорошо как узнать не знаю ну тогда и мне как узнать по делам по делам Господь сказал по делам узнаете их да дерево узнается по плодам не может плохое дерево приносить а я думала дерево не поистине узнать по плодам плоды плоды которые она приносит взяли бы не яблоки подали он бы репей бы разложил я бы сразу откажется есть ну какое дерево хорошее репейник или яблони яблони а как узнаем по плодам 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 а на листь это зачем яблоки то можно съесть но из репья то маска много делают да тоже плод болит но ни 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 Как нужно вести себя в школе, чтобы сказали, что ты верующий? Хорошо Хорошо Местер в школе взял плохо Он просто всем не сказал, что он... Отец голос знает По себе людей не судят Ты даже не сказал, что ты верующий Они не знают, что ты верующий Он хоть сказал Ты ведешь себя плохо И не сказал, что ты верующий А, кстати, я туда еще и Библию приносил И что я только не приносил я туда Библию приносил Ну вот, то есть ты уже не постеснялся Слово Христа Библия это и есть Слово Христа То есть ты приносил уже Я за это Господь не буду цени Кто меня постыдит, того и я постыжусь Он не постыдился, он приносил Библию Ты приносил Библию в школе? Нет Ну вот в этом году А мама не разрешает Мама не разрешает Может быть ты не боится, что у тебя ее тут берут Потому что на вас там какая-нибудь А я еще и туда еду В золотых оковах Я еще и туда еду Я еще и туда еду Я еще и туда еду Нет, я бы просто отдала Нет, я бы просто отдала У меня ведь здесь много Хе-хе-хе-хе-хе Ну вырывать и рвать бы поставим В туалет бы и кидать Нет, они бы и за темы не стали делать Не стали, ты уверен Угу, угу, угу Я начал драться за Библию Ты бы весь его разговариваешь Мученик будущего Сдраться бы стал бы за Библию Понимаешь? Потому что у меня одна Только ты Я бы драться не стал Я бы драться не стал Потому что я не даю Я бы драться не стал Потому что отделяться плохо Ну как просто, да? Порвать в туалет А зачем мне драться? Ну а стоять, смотреть, как Слово Божье Гресс таптывает Нет, я этому не позволила Я про это не говорю Это не я Коля, хорош А я-то думаю Тихо Ладно, давайте поможем А потом ждать Я не могу прям знать Ну, что вы сказали Еще не левочек Еще не левочек Хорошую Сущую Без честь и поклонение Отец и Сын И Святой Дух Аминь 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 С миром Божьим Спасибо Спасибо